Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня я сделаю видеообзор на нашу новую модель Caterville GTS 5. Сделаю я это именно в сравнении с моделью Caterville GTS 3. Почему именно с тройкой, а не с четверкой? Потому что четверку мы решили снять с производства и оставить только модель тройку с вариацией 3-экспорт и модель GTS 5. Делаем мы это потому, что четверка слишком похожа внешне на третью модель, а технически слишком похожа на пятую модель. И вот чтобы не путать вас, пользователей, мы как раз решили от четверочки избавиться. Ну, начнем. Значит, чем же так хороша пятая модель? Ну, во-первых, сразу бросается в глаза, это ее обновленная внешность. Пятерочка имеет такой спортивный дизайн. И это добавляет такого, я бы сказал, шарма. Значит, у нас задние фонари переехали из блока аккумулятора на сами кожуха. Это очень важно не только для визуального восприятия, но и для безопасности движения. То есть, когда вы двигаетесь ночью по дороге, значит, очень важно, чтобы другие участники движения видели именно полный габарит вашего транспортного средства. Значит, следующий элемент это кожухи гусеничных лент. Это на самом деле не только сделано для эстетики, для того, чтобы это симпатично смотрелось, но это также имеет и практическое значение. То есть, это сделано для того, чтобы никакие внешние предметы не попадали в гусеничную ленту, чтобы она не забивалась. И самое главное, чтобы гусеница не слетала. То есть, даже при жестких условиях, при развороте на месте, чтобы гусеница ни в коем случае не слетала. Это предназначено для этого. Следующий элемент дизайна это кресло. На самом деле здесь больше нужно сказать про эргономику. Во-первых, это кресло имеет ортопедическую форму. Имеются боковые поддержки на нижней подушке и на спине. То есть, даже не обязательно, чтобы ширина кресла точно соответствовала ширине таза. Потому что вот эти ортопедические элементы, они как раз компенсируют эти вещи. Важно сказать, что теперь цвет вставочки, он соответствует цвету коляски. То есть, у красного у нас красная вставка, у синей синий, у серой серая. Далее, в кресле очень важное изменение это регулировка спинки. Значит, сейчас этот диапазон регулировки спинки он увеличен. То есть, если вы заметите, то сейчас спинка наклонена даже больше, чем на 90 градусов. То есть, если не нужно запрокидываться, как на диване, то есть, нужно спину держать в тонусе для некоторых пользователей, это можно сделать. Если человеку нужно откинуться в небольших пределах, то есть, можно спинку откинуть. Ну и также, конечно же, коляску можно перевести в режим кровати, скажем так. При этом можно подножки также поднять. Это очень удобная функция. И при длительных перелетах, при длительных пересадках, наш пилот Юрий часто использует эту функцию, чтобы можно было отдохнуть и даже поспать, таким вот образом превратив коляску в кровать. Далее, очень-очень важная вещь, это транспортные габариты коляски. В GTS 5 они уменьшены. То есть, когда мы опускаем спинку, здесь у нас в троечке есть такая балка, которая добавляет дополнительную высоту. Мало того, что сиденье, то есть, толщина нижней подушки и толщина спинки занижены. Здесь у нас еще убраны дополнительные элементы. И транспортная высота GTS 5 составляет 70 см по высоте, когда высота троечки составляет 79 см. Это значит, что эту модель можно перевозить практически в любом универсале. При этом коляску не нужно поднимать. Обычно устанавливаются полозья на багажник, и коляска сама по полозьям заезжает в багажник. Главное, чтобы высота этого багажника была больше 70 см. Также важным элементом в кресле является то, что, как я уже сказал, подушка сама по себе ниже расположена, и сиденье смещено немного назад относительно третьей модели. Что это дает? Это смещает центр тяжести назад и вниз. И это обеспечивает большую устойчивость при движении по лестнице. Далее двигаемся по эргономике, по удобству. Подножки. Подножки здесь принципиально другие, имеют другую форму. И чем же они так удобны? Во-первых, здесь есть боковые подушечки. Эти подушечки поддерживают коленную часть ноги, если ноги разваливаются. Здесь есть такая мягкая опора, и это предотвращает ногу от натирания элементами крепежа, которые необходимы для раскладывания этой подножки. Двигаемся дальше. Опора голени. Эта опора имеет другую форму, не такую, как в GTS 3. И эта опора, она регулируется по вылету. Здесь есть три положения, и, соответственно, можно ее настроить под индивидуальные особенности вашего тела, под индивидуальные особенности ноги. Далее опора. Опора ступни. Здесь есть вот такой скос. Почему это хорошо, почему это важно? За счет этого скоса колесо не цепляет подножку. И, значит, подножку можно опустить еще ниже, ниже, чем в GTS 3. Далее, что очень-очень важно, как снимается эта подножка. Снимается она вот таким рычажком. Снимается одним движением. Мы нажимаем на рычажок и тянем подножку вверх. Так очень-очень легко снимается эта подножка. И точно так же легко устанавливается. Это очень важно при пересаживании. Если вдруг при пересаживании вам подножка мешает, ее можно снять и одеть в одно движение. Очень удобно. Далее. Далее изменение угла наклона подножки. Теперь осуществляется вот таким вот рычажком. То есть, получается, человек, если даже плохо работает кисть, эту регулировку можно осуществить ладошкой. То есть, затянуть такой большой, достаточно длинный рычаг можно ладошкой. И здесь не нужны большие усилия. Даже при небольшом затягивании эта подножка уже держит угол наклона. Даже при вибрациях, при движении по пересеченной местности она сохраняет свое положение, не падает вниз. Это большой-большой плюс. Двигаемся дальше. Подлокотники. Подлокотник у нас теперь имеет возможность откидываться вверх. То есть, простым движением тянем подлокотничек вверх. Он уходит у нас, значит, за спинку сидения. Причем здесь остается небольшой такой островок, на который можно опереться. Все это нужно для пересаживания. Теперь, опять же, при пересаживании не нужно раскручивать барашек, снимать подлокотник, куда-то его устанавливать в сторонку. Можно просто потянуть наверх, пересесть и опустить вниз. При этом не будут сбиты настройки по высоте. Настройка по высоте здесь также осталась. Она осуществляется вот этим барашком. То есть, его нужно ослабить, выставить на нужную высоту и изменить нужную высоту. Значит, следующий момент. Это подушечка. Подушечка подлокотника. Она имеет такую приятную выемку и имеет спуск в передней части. То есть, рука ложится очень-очень правильно, очень естественно на эту подушечку. Это тоже большой плюс. Дальше. Дальше крепление самого пульта. В пятой модели мы отошли от механизма откидывания пульта. То есть, этот механизм называется трапеция. От трапеции мы отказались. Почему? Потому что теперь, если вам вдруг мешает пульт при подъезде к столу, этот подлокотник можно просто поднять. Почему еще отказались от этой трапеции? Потому что она создавала дополнительный люфт. И сам пульт, он имел, значит, за счет многочисленных соединений, имел люфт относительно подлокотника. Это было неудобно. Теперь пульт сидит очень жестко. Следующий момент это крепление, то есть, вот этот кронштейн пульта. Что здесь сделано? Теперь он сделан из цилиндрической направляющей, цилиндрической трубки. Теперь этот пульт можно повернуть под нужный угол. Зачем это нужно? Здесь у нас установлен базовый пульт, кнопочный. Также у нас есть пульты с дисплеем. И пульт с дисплеем очень часто пользователи просили повернуть в сторону взгляда, чтобы дисплей не имел бликов. Приходилось изготавливать различные варианты кронштейнов с наклонами. Потом, когда нужно было переставить пульт с правой стороны на левую сторону, этот кронштейн смотрел вообще наружу. Это было очень неудобно. Нужно было эти кронштейны менять. Теперь здесь все делается очень просто. Соответственно, ослабляется барашек, поворачивается на нужный угол. Кому-то удобно, чтобы пульт стоял вертикальный, кому-то он наклонен и так далее. Это такое качественное, хорошее изменение. Теперь давайте поговорим о технических характеристиках. Чем же GTS 5 лучше в техническом плане? Во-первых, это управляемость. Управляемость в пятерке стала гораздо-гораздо лучше. За счет чего? За счет чего это произошло? За счет того, что в пятерке теперь на каждом колесе есть датчики скорости. Теперь система управления знает положение каждого колеса. И, соответственно, это служит обратной связью для пульта управления. И теперь точность контроля джойстика стала гораздо точнее. Теперь плавность движения стала лучше. Теперь коляску меньше уводит при движении, скажем, по сугробам, например. И это очень большой-большой плюс. Следующий момент – это гусеницы. Профиль гусеницы. В пятерке зуб, ширина зуба больше. И это значит, что даже в самых жестких условиях эксплуатации, на асфальте, при развороте, на месте, этот зуб не обламывается. И срок службы такой гусеницы гораздо-гораздо больше. Дальше у нас цепи. Цепи колесного и гусеничного привода теперь более толстые, более прочные. И это создает дополнительную надежность при движении. Теперь еще расскажу о нескольких фишечках, которые появились в самой системе управления. Несмотря на то, что основной функционал остался прежним, появилось несколько приятных элементов. Например, в троечке невозможно управлять креслом в гусеничном режиме. В гусеничном режиме кресло полностью управляется в автоматическом режиме и управляет креслом гироскоп. В пятерке, когда вы просто стоите на гусеницах, вы можете отрегулировать положение кресла в небольшом диапазоне. Когда вы, скажем, просто отдыхаете, вам нужно просто откинуться и при этом находиться в гусеничном режиме, например, чтобы коляска не перевернулась назад. Но нужно понимать, что как только вы начнете движение, то коляска отдаст управление кресла к гироскопу. Сейчас я, например, отрегулировал кресло полностью вперед. Как только я начинаю движение, кресло откинулось и теперь кресло полностью управляется гироскопом. Итак, я рассказал вам об основных отличиях новой модели Caterville GTS 5. Это отличия эстетически, эргономически, что касается удобства и технически. Если у вас остались какие-то вопросы касаемо новой модели, буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях. Спасибо большое.